В зоне АТО погибли двое украинских военных. Во время обстрела боевиками Авдеевки раненый мирный житель. Всего за сегодня было около полусотни обстрелов. Наемники используют артиллерию, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. На Донецком направлении военные зафиксировали, как противнику подвозят новые боеприпасы. Подробнее в репортаже с передовой Ирина Баглай. Из-под лэпов село работает снайперо, работает пулемет. Линия фронта под Донецком для наемников как полигон. Украинские защитники с боевым опытом отмечают почерк кадровых российских военных. Предполагают, это очередные учения. Артиллерия противника работает по принципу карусели. Минометный расчет отработал, за ним другой, пока первый перемещается по линии соприкосновения. Те же тяжелые орудия прикрывают вражеских стрелков. Это большой калибр, которыми ведут методический обстрел, под прикрытием обстрел. То есть грамотно построена стрельба идет. Это не шахтер стреляет, потому что все четко разграничено. В последнее время у противника появилось и новое вооружение, доставленное из России, уверены командиры. Это ракета, которая запускается с пусковой какой-то установки. Противник вылазит на безопасное расстояние, наводится на наши позиции. Выглядит он под вечер, примерно как лазер, обычный детский, можно сказать. При помощи него замеряется длина и прицель набьется по позиции. Наряду с новыми боеприпасами на отработку пускают и старые, советского производства. Зачастую, говорят пехотинцы, они не срабатывают, но в авдейских лесах ходить приходится не отрывая глаз от труп. РПГ-7С. Ямочка 120-ки. Деревья посещены осколками. Заходят вглубь леса. Также пролетают вглубь и крупный калибр. А поднимаешь голову и на этом участке без объяснений осознаешь, какова плотность огня со стороны захваченных боевиками территорий. С той стороны работает противотанковая винтовка. Калибром минимум 14,5 разрывными работает, сечет все подряд. Деревья, как рука, пересекает. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Анатолий Воробей, из Донецкой области. Подробности, телеканал Интер.